МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Барух желает править миром, Луной и, возможно, Юпитером. Президенты и реальные хозяева мировых денег. Тайна слияния Ротшильдов и Рокфеллеров". Это и есть способ сокрытия истинных управленцев, потому что это и подается как мировое правительство. Загадка доллара, бумага нужного размера и число зверя – 666. Поникшая птица или почему у орла опустились крылья – символ рубля. Без скипетра, без державы, с опущенными крыльями и без хорона. Он унижен. Кто реально правит миром? Кипрское изъятие денег или уроки для молодых миллионеров? Дефолт в России больше, чем дефолт. Потому-то и нужен был дефолт. Потому-то и нужно было обвалить на короткий срок цены на нефть. Миллионеры-марионетки и невидимые кукловоды. В программе «Все деньги мира». «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы» – мэйер Ротшильд. Кто правит миром? Деньги. Большие деньги. Очень-очень большие деньги. Недавно группа швейцарских ученых провела любопытные исследования на тему, кому принадлежит мир. И выяснилось, что 60% всей мировой экономики находится в руках всего 147 банковских корпораций, переплетенных сложными родственными и брачными узами. Журнал «Форбс» ежегодно публикует рейтинги самых богатых людей мира. Там можно встретить имена миллиардеров Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Марка Цукерберга и многих других молодых миллиардеров. Но на самом деле Гейтс с его какими-то жалкими 60 миллиардами – просто школьник в коротких штанишках по сравнению со старыми, накопленными веками, состояниями. Если взять реальные состояния, те, которые накапливались веками и десятилетиями, и те, которые не прогорали, те, которые не уменьшались радикально, представителям этих семейств не надо было начинать все заново, все с ноля. То мы увидим, что действительно первенство делят две семьи – Рокфеллеры и Ротшильды. По некоторым самым скромным подсчетам экспертов, совокупное состояние семейства Ротшильдов превышает 3,2 триллиона долларов. Куда там молодым миллиардерам? Весь 19 век Ротшильды считались богатейшими людьми планеты. Не отстает от них и немного более молодое семейство Рокфеллеров. У них, по тем же подсчетам, на 1 триллион меньше. Вот и смотрите, кто реально владеет миром. С того времени, как основатель династии Рокфеллеров продавал нефть в маленьких флакончиках, выдавая ее за панацею от всех болезней, и сколотив на этом первые сотни, может быть, тысячи долларов, Затем семейство Рокфеллеров, после открытия техасской нефти, нефти в штате Нью-Мексико, стало сначала некоронованным королем американской нефти, а потом начало экспансию в нефть во всем мире. В последнее время вскрываются секретные материалы, которые выводят из тени еще одну зловещую фигуру на мировом рынке. Это семейство барухов. Возможно, их финансовое состояние и поменьше, чем у Ротшильдов и Рокфеллеров, но влияние на мировые финансовые потоки гораздо больше. Большие деньги любят тишину. Именно барухи создали ровно 400 лет назад, в 1613 году, неприметный стандарт-чартер-банк. Сегодня только самым высокопоставленным финансистам известно реальное влияние этого банка на мировые деньги. До наших дней все сделки на сумму свыше 1 миллиарда долларов проходят утверждение стандарт-чартер-банки. Барух был консультантом у президента Вудра Вильсона, который организовал в свое время федеральную резервную систему. Это и есть инструмент глобального управления. И дальше он был консультантом у всех президентов, включая Рузвельта и Трумана. И понятно, что находясь на таком уровне, он и был где-то между теми, кто проявлен как управленцы, и теми невидимыми силами. Реальная власть всегда покрыта завесой тайны. Некоронованный король Уолл-Стрита Бернард Барух первым из династий вышел из тени. Известно, что во время Великой депрессии он привозил на биржу британского премьера Уинстона Черчилля, чтобы продемонстрировать ему свою власть над рынком. Кстати, знаменитый термин «холодная война», который все почему-то приписывают Черчиллю, принадлежит именно Баруху, который впервые ввел его, выступая перед депутатами штата Южная Каролина. До самой смерти в 1965 году Барух оставался серым кардиналом Белого дома. «Барух желает править миром, Луной и, возможно, Юпитером», написал о нем президент Трумэн в своем дневнике. И в чем-то он был прав. Во всяком случае, один из самолетов, врезавшихся в башни-брезнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, ударил как раз по офису внешних связей. Стандарт-чартер банка. Главного банка мира. Ну, действительно, о Барухе информации гораздо меньше, но меньше ее, пожалуй, только на таком обыденном уровне, потому что те, кто более-менее профессионально занимаются и с их глобальным управлением, и финансами, они, конечно, знают прекрасно о миссии Баруха. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что он все-таки был чуть поближе к системе реального управления, поскольку именно он был консультантом у президентов, по сути, передаточным звеном. Именно он возглавил первый военно-промышленный комитет Соединенных Штатов во время Первой мировой войны. Тем самым обеспечив глобальный бизнес на системе войн, которые Соединенные Штаты после этого ведут нескончаемо, и особенно в наши дни, потому что это, конечно же, колоссальный бизнес, который, прежде всего, развивает и науку, и оборонную, военную промышленность, и многое-многое другое, и создает условия для продвижения потом своей валюты в регионы, которые подвергаются таким катастрофическим разрушениям. В минувшем 2012 году, помимо всеми ожидаемого конца света, произошло еще одно событие, которое для многих стало действительно, если не концом света, так его приближением. Два самых могущественных клана планеты, Ротшильды и Рокфеллеры, заключили между собой союз и даже создали общий траст с суммой в 40 миллиардов долларов. Столетняя война двух финансовых династий прекратилась. Противостоянием этих двух кланов объясняются многие события современной истории. Все мировые войны, выигранные нефтяным кланом Рокфеллеров. Введение евро, Ротшильды. Затем бомбардировки Югославии с целью опустить евро. Вновь Рокфеллеры. Эти два семейства стали испытывать взаимную симпатию, хотя известно, что были годы и десятилетия, когда они враждовали. Просто они пришли к выводу, что их союз, их альянс лучше, что можно сделать публично, их представители об этом говорят, для поддержания стабильности в мировой экономике. Но я боюсь, что реальные цели никто оглашать не будет. Вообще кажущаяся война между долларом и евро рассчитана на простого обывателя, чтобы поддержать иллюзию свободного рынка. На самом деле эти две мировые валюты взаимосвязаны между собой. Когда, допустим, пара евро-доллар вырастает до определенного момента, до определенной пропорции, то дальше она однозначно будет падать выше определенного момента. Эта пропорция не может измениться и ниже определенного не может. Это нормальная экономика людей, владеющих глобальным мышлением, которая позволяет управлять глобально процессами, основываясь на самом глобусе или планете. Хорошо известно, что долларовая бумажка вся пронизана масонской символикой. Любопытно, что размер долларовых бумаг любого достоинства одинаков, а ширина долларовой бумаги равна 66,6 миллиметра. Вообще символика государственных бумаг не бывает случайной. Символы подсознательно действуют на наше сознание, как в прошлом, так и в будущем. Почему мы так не уверены в собственной валюте? Рубле. Да очень просто. Посмотрите на нашу 100-рублевую купюру. Вглядитесь, какой герб на ней нарисован. Это не государственный герб России, хотя его и пытаются за него выдать. На самом деле это герб временного правительства. Орел с опущенными крыльями и без атрибутов имперской власти. Случайно ли? Ну вот, смотрите. Получается, что у нас орел без скипетра, без державы, с опущенными крыльями и без корон. Он унижен на купюре. И вспомните наш настоящий герб России. Орел с поднятыми крыльями, в одной руке скипетр, ноге, пардон, в другой держава и две короны на головах. Вот все, что я могу сказать вам про наши деньги. Барух желает править миром, луной и, возможно, Юпитером. Президенты и реальные хозяева мировых денег. Тайна слияния Ротшильдов и Рокфеллеров. Это и есть как бы способ сокрытия истинных управленцев. Потому что вот это и подается как мировое правительство. Загадка доллара. Бумага нужного размера и число зверя. 666. Поникшая птица или почему у орла опустились крылья? Символ рубля. Без скипетра, без державы, с опущенными крыльями и без хорона. Он унижен. Кто реально правит миром? Кипрское изъятие денег или уроки для молодых миллионеров? Дефолт в России больше, чем дефолт. Потому-то и нужен был дефолт. Потому-то и нужно было обвалить на короткий срок цены на нефть. Миллионеры-марионетки и невидимые кукловоды. В программе «Все деньги мира». «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы». Мэйер Ротшильд. Кто правит миром? Деньги. Большие деньги. Очень, очень большие деньги. Недавно группа швейцарских ученых провела любопытные исследования на тему, кому принадлежит мир. И выяснилось, что 60% всей мировой экономики находится в руках всего 147 банковских корпораций, переплетенных сложными родственными и брачными узами. Журнал «Форбс» ежегодно публикует рейтинги самых богатых людей мира. Там можно встретить имена миллиардеров Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Марка Цукерберга и многих других молодых миллиардеров. Но на самом деле Гейтс с его какими-то жалкими 60 миллиардами просто школьник в коротких штанишках по сравнению со старыми, накопленными веками, состояниями. Если взять реальные состояния, те, которые накапливались веками и десятилетиями, и те, которые не прогорали, те, которые не уменьшались радикально, представителям этих семейств не надо было начинать все заново, все с нуля, то мы увидим, что действительно первенство делят две семьи. Рокфеллеры и Ротшильды. По некоторым самым скромным подсчетам экспертов, совокупное состояние семейства Ротшильдов превышает 3,2 триллиона долларов. Куда там молодым миллиардерам? Весь 19 век Ротшильды считались богатейшими людьми планеты. Не отстает от них и немного более молодое семейство Рокфеллеров. У них по тем же подсчетам на 1 триллион меньше. Вот и смотрите, кто реально владеет миром. С того времени, как основатель династии Рокфеллеров продавал нефть в маленьких флакончиках, выдавая ее за панацею от всех болезней, и сколотив на этом первые сотни, может быть, тысячи долларов, затем семейство Рокфеллеров после открытия техасской нефти, нефти в штате Нью-Мексико, стало сначала некоронованным королем американской нефти, а потом начало экспансию в нефть во всем мире. В последнее время вскрываются секретные материалы, которые выводят из тени еще одну зловещую фигуру на мировом рынке. Это семейство барухов. Возможно, их финансовое состояние и поменьше, чем у Ротшильдов и Рокфеллеров, но влияние на мировые финансовые потоки гораздо больше. Большие деньги любят тишину. Именно барухи создали ровно 400 лет назад, в 1613 году, неприметный стандарт-чартер-банк. Сегодня только самым высокопоставленным финансистам известно реальное влияние этого банка на мировые деньги. До наших дней все сделки на сумму свыше 1 миллиарда долларов проходят утверждение стандарт-чартер-банки. Барух был консультантом у президента Вудра Вильсона, который организовал в свое время федеральную резервную систему. Это и есть инструмент глобального управления. И дальше он был консультантом у всех президентов, включая Рузвельта и Трумана. И понятно, что, находясь на таком уровне, он и был где-то между теми, кто проявлен как управленцы, и теми невидимыми силами. Реальная власть всегда покрыта завесой тайны. Некоронованный король Уолл-Стрита Бернард Барух первым из династии вышел из тени. Известно, что во время Великой депрессии он привозил на биржу британского премьера Уинстона Черчилля, чтобы продемонстрировать ему свою власть над рынком. Кстати, знаменитый термин «холодная война», который все почему-то приписывают Черчиллю, принадлежит именно Баруху, который впервые ввел его, выступая перед депутатами штата Южная Каролина. До самой смерти в 1965 году Барух оставался серым кардиналом Белого дома. «Барух желает править миром, луной и, возможно, Юпитером», написал о нем президент Трумэн в своем дневнике. И в чем-то он был прав. Во всяком случае, один из самолетов, врезавшихся в башни-брезнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, ударил как раз по офису внешних связей «Стандарт-чартер банка». Главного банка мира. Ну, действительно, о Барухе информации гораздо меньше, но меньше ее, пожалуй, только на таком обыденном уровне, потому что те, кто более-менее профессионально занимаются и с их глобальным управлением, и финансами, они, конечно, знают прекрасно о миссии Баруха. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что он все-таки был чуть поближе к системе реального управления, поскольку именно он был консультантом у президентов, по сути, передаточным звеном. Именно он возглавил Первый военно-промышленный комитет Соединенных Штатов во время Первой мировой войны. Тем самым обеспечив глобальный бизнес на системе войн, которые Соединенные Штаты после этого ведут нескончаемо, и особенно в наши дни, потому что это, конечно же, колоссальный бизнес, который, прежде всего, развивает и науку, и оборонную военную промышленность, и многое-многое другое, и создает условия для продвижения потом своей валюты, в регионы, которые подвергаются таким катастрофическим разрушениям. В минувшем 2012 году, помимо всеми ожидаемого конца света, произошло еще одно событие, которое для многих стало действительно, если не концом света, так его приближением. Два самых могущественных клана планеты, Ротшильды и Рокфеллеры, заключили между собой союз и даже создали общий траст с суммой в 40 миллиардов долларов. Столетняя война двух финансовых династий прекратилась. Противостоянием этих двух кланов объясняются многие события современной истории. Все мировые войны, выигранные нефтяным кланом Рокфеллеров, введение евро, Ротшильды. Затем бомбардировки Югославии с целью опустить евро. Вновь Рокфеллеры. Эти два семейства стали испытывать взаимную симпатию, хотя известно, что были годы и десятилетия, когда они враждовали. Просто они пришли к выводу, что их союз, их альянс лучше, что можно сделать публично, их представители об этом говорят, для поддержания стабильности в мировой экономике. Но я боюсь, что реальные цели никто оглашать не будет. Вообще, кажущаяся война между долларом и евро рассчитана на простого обывателя, чтобы поддержать иллюзию свободного рынка. На самом деле, эти две мировые валюты взаимосвязаны между собой. Когда, допустим, пара евро-доллар вырастает до определенного момента, до определенной пропорции, то дальше она однозначно будет падать выше определенного момента, эта пропорция не может измениться и ниже определенного не может. Это нормальная экономика людей, владеющих глобальным мышлением, которая позволяет управлять глобально процессами, основываясь на самом глобусе или планете. Хорошо известно, что долларовая бумажка вся пронизана масонской символикой. Любопытно, что размер долларовых бумаг любого достоинства одинаков, а ширина долларовой бумаги равна 66,6 миллиметра. Вообще, символика государственных бумаг не бывает случайной. Символы подсознательно действуют на наше сознание, как в прошлом, так и в будущем. Почему мы так не уверены в собственной валюте, рубле? Да очень просто. Посмотрите на нашу 100-рублевую купюру. Вглядитесь, какой герб на ней нарисован. Это не государственный герб России, хотя его и пытаются за него выдать. На самом деле, это герб временного правительства. Орел с опущенными крыльями и без атрибутов имперской власти. Случайно ли? Ну вот, смотрите. Получается, что у нас орел без скипетра, без державы, с опущенными крыльями и без корон. Он унижен на купюре. И вспомните, наш настоящий герб России. Орел с поднятыми крыльями, в одной руке скипетр, ноге, пардон, в другое держава и две короны на головах. Вот все, что я могу сказать вам про наши деньги. Смотрите далее. Кто правит миром? Старые кланы или новые миллионеры? Они не воспринимают окружающих в качестве вот человеков, что называется, с большой буквы. Тайны российского дефолта. Все на продажу. Там демократия, это все ерунда. Сидят шесть-семь человек и все решают. У лета лета! Лето у лета есть! Разрешите нам вскрыть? Ты что, насмотрелся фильм в ужасах? Ты что делаешь? Всегда хочется узнать, что внутри черной коробки. О боже, что это? Новые темы. Два года диктатуры, и здесь все забудут эти вредни о демократии. Мне кажется, это утопия и иллюзия. Новые гости. Приходит муж, а тут вот молодой гвардейец в постели. Не очень понимаю по-русски. И новое время. Начинает таять лед, вода становится более пресной. Я на это дело потратил около девяти часов, я не преувеличиваю. А каждый четверг прямой эфир. Помогает людям успокаиваться. Слово за слово. Смотрите сегодня в 23.30. Скорость перевода не более одной минуты. Хочешь всегда быть в форме? Акваника. Природная минеральная вода из подземного реликтового моря. Ее первозданный состав и полезные свойства помогают тебе всегда быть в форме. Акваника. Вода хорошей формы. Ваших бьют. Вы сильнее! Вы сильнее! От кого мигранты просят защиту у российских властей? В неделю человек 15-20 приходит сдаваться. Под трафиком. Содружество воюет с урожаем конопли. За часа два можно полкоробки сдавать. Что за трудоустройство? Я не способна обманывать руководство. Детектор лжи на службе кадровиков Азербайджана. Самое популярное причинение себе боли. Об этом и многом другом смотрите в программе «Преступление и наказание».